Командиры встречают вернувшиеся машины, проверяют их состояние и готовность, ставят новые задачи и экипажи снова уходят в бой. В то время как основные силы атакуют колледж, один из экипажей получает задачу внезапным рейдом на правом фланге провести разведку боем, уничтожить уже известные огневые точки боевиков и выявить новые, вызвав огонь на себя. Узкие улочки, состоящие из старых домов с толстыми глиняными стенами, напоминают некоторые районы Дараи. Как и в Дараи, танкистам сложно действовать в таких условиях. Танк приближается к трассе в уже известном нам месте, где стоят подбитые ранее танки. Рывком преодолевает открытый участок и подходит вплотную к противнику. Этот дом – передовая позиция сирийской армии здесь. До позиции боевиков 30-50 метров. Очень непросто продвигаться среди домов, в любом из которых может находиться по несколько противотанковых расчетов. Как можно дольше экипаж старается прикрываться естественными заграждениями. Вот и первая цель в глубине обороны противника. Танкисты начинают обстреливать боевиков из пулеметов, вынуждая тех отвезти им и обнаружить себя. Экипаж стреляет из пулемета по потенциально опасным объектам, однако первоочередной задачей является уничтожение известных целей. Выстрелив, танк сразу откатывается назад. Зафиксировано движение боевиков слева среди развалин. Возможно, там находится выход одного из тоннелей. Продолжение следует. Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия.